Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Валерий Крючков, авторской передачи «Защити себя сам». И мы продолжаем с вами изучать методы самообороны при нападении на вас злоумышленника. Значит, смотрите, один из... Сейчас покажем все, как делается быстро, а потом объясним, как это все. В принципе, несложно. Так уж получилось, я поскользнулся. Итак, задача в чем? Вот в чем. Дальше просто... Тух, сюда. Просто я поскользнулся, поэтому пришлось его бросить. С чего это все начинается? Опять, как мы с вами и говорили в предыдущих передачах, основная задача – это разговорная стоечка. Мы подняли ручки. Все-все-все-все-все-все. Вот он ударил. Видите, я просто смахнул руку. Просто смахнул руку. Раз. Но! Чтобы научиться это делать, достаточно взять партнера и вот так обрабатывать руку. Раз. 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 То есть, несложное движение. Вот такое несложное движение. В принципе, мы это делаем в утренней гимнастике. Такие упражнения и такие упражнения. То есть, мы разогреваем локти, делаем эти упражнения. Это несложно. Итак, что получается? Ну, раз. Видите, уже в него входим. Значит, вот эта рука, когда мы убрали, она входит просто сюда сразу ударом в шею. То есть, входит, останавливает его, отвлекает этим ударом. Отвлекает от чего? От основного действия удара коленом в пах. Вот от этого. Дальше посмотрите, что происходит. Вот эта рука под контролем. То есть, для сотрудников полиции или для вас, если это где-то происходит у вас на день рождения, грубо говоря, на свадьбе, и его слишком-то, как бы он ваш родственник или друг, и его бить не надо, он перебрал. То есть, будет достаточно вот этого действия. Раз. И просто вывести его оттуда. Взяли и вывели его оттуда. Вот. Если это следует на улице, и их там более чем один, поэтому концовочка немножко другая. О! Дум! Еще. И пошли работать дальше. Так как мы с вами говорили, что вращать можно руку в одну сторону, то есть, мы можем накрывать в одну сторону, да? И, соответственно, можем в другую сторону. То есть, когда, как правило, точные прямые удары, точные, это делают люди, как бы, занимаясь очень давно и долго. Там, может, боксер, может быть, еще что-то. И я просто говорю, что если вы ничем до этого не занимаетесь, у вас нет такой подготовки, вы просто этот удар все равно не увидите, все равно упадете. Сейчас мы говорим немножко о другом. Обычно люди не могут бить прямой удар, они как-то бьют все время, вот у них полукосые, полубоковые, то есть, чаще всего это заметно. И поэтому сейчас другой вариант. То есть, идет удар, ну, раз, вот видите, руку, и она начинает такое вращательное движение. Вот сюда, видите, здесь происходит болевой прием, действие. Вот. Чаще всего хватает этого, почему? Если она напряжена, рука, она ломается вот здесь, травма происходит. Причем, когда она, рука жесткая, она, хоп, вот, когда жесткая, рука, она вот здесь, вот сразу ломается. Если он уже как бы расслабил, она возвращалась, эта рука, назад, назад возвращалась. Назад возвращалась, то он получится вот это. То есть, вот такое. То есть, он бьет просто, лезь, оп, вот, вот так завернется. То есть, этот вариант, по-любому, вот здесь есть травма. Что мы дальше делаем? Как только вот это произошло, ничего не ждем, ничего не думаем. Не надо даже формировать кулак, чтобы бить. Просто вовню открытую. Все время не устаю говорить о том, что знания, это просто мало, это мы видим, это мы получили информацию. Мы знаем, что такое есть и такое возможно. Но, как говорили древние, знания умножают скорбь. Если вы просто знаете и думаете, ага, я это применю, то скорбь умножится, вы получите в лоб. Что бы этого не было, нужно ваши знания превращать из теоретических в практических. С вами был я, Валерий Крючков, Ордовская передача. Защити себя сам. Тренируйтесь, и все получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова